Приветствую всех любителей темных, постапокалиптичных, можно отчасти сказать, хоррорных новелок. Мы продолжаем проходить игру Туман. Вот. И сейчас мы убегаем от толпы бандитов и одной крысиной морды под именем Трещина. И это не оскорбление, у него реально написано, что у него лицо похоже на крысу, из-за этого его можно так называть. В предыдущую серию как раз таки гляньте, чтобы узнать, как мы познакомились с этим доброжелательным, маленьким, низким, мерзопакостным человечком. А мы продолжаем и посмотрим, куда нас все приведет. Конечно, мы пока что будем играть, мы идем по светлому пути, я буду пытаться убирать такие выборы самые хорошие, пытаться всем помочь. Конечно, да, можно поиграть за убийцу, это гораздо веселее и покровавее, но мне все-таки приятнее играть за героя. Может там посмотреть другие прохождения, может там есть прохождения, где мы будем играть, где играют за полную собаку и убийцу. Вот. Он замахивается коротким мечом, намереваясь расколоть мечереп. Удивительно, удивительно, но я, доверяя интуиции, резко прыгаю вправо. Попытаться увернуться. Клинок проносится в пальцы от моего лица, нормальное измерение. Ненадолго, недолго думая, я бью коленом в живот амбалу и делаю подсечку. Тот с грохотом падает обратно в черный, за, в черный зеф-лачуги. О, я понял, как тут все действует. Типа, чем больше хороших действий мы будем совершать, тем, ну, тем больше у нас будет скапливаться и будет убираться плохая репутация. Ясно. Не расслабляться, не расслабляться. Позже подумаю, что... Подумаю, что сделал и как легко мне все это далось. Лабиринт продолжает петлять. Лачуги проносятся с невероятной скоростью мимо меня. Иногда даже кажется, будто мчусь по кругу. Лишь по четырехэтажным зданиям, понимая, как же далеко удалось убежать. Легкие, говорят, горят огнем. Перед глазами все плывет, а сердце бешено стучит, отдаваясь тяжелыми ударами в груди, ушах и конечностях пальцев, и кончиках пальцев. Преследователей не слышно. Спаси! Словно в ответ рядом со мной раздается хриплый прокуренный голос. Хриплые прокуренные голоса. Ну и где он? Должен быть тут. Но его нет. Может, может, свернул? Не мог он свернуть. Короткий путь знаем только мы. Скорее всего, просто выдохся по пути. Да и... Да и за ним лысый погнался, не... Да и за ним лысый погнался, не прошмыгнет. Я аккуратно выглядываю из-за стены. Лачуги. Ублюдки ждут меня в нескольких шагах. Трещина, этот мелкий вонючий гаденыш, топчется чуть поодаль от остальных. Что делать? Попытаться отвлечь. Я бросаю взор в ту сторону, откуда пришел. Откуда пришел. Свернуть негде. Домики стоят вплотную друг к другу. Даже мышь... Даже мышь не просколзнет. Хотя... В десятки... В десяти шагах от меня стоит подкосившаяся лачуга. Ее дальняя стенка болтается на ветру. Открывается небольшой проем. А неплохой ведь лаз получается. Можно попробовать незаметно уйти. Хотя нет, наверняка услышат, как... Как ползу. Надо отвлечь ублюдков. Стараясь двигаться как можно тише, добираюсь до... До намеченного домика. Залезаю внутрь через входной проем. Ползу к дальней стене. Аккуратно отворачиваю металлический лист. Выглядываю. Чудо! Впереди достаточно свободного места, чтобы добраться до следующего... До следующих рядов лачуг. Ведущих к новой дороге. Беру первую попавшуюся на глаза стальную трубу. И кидаю в сторону амбалов. А теперь вперед, вперед! Эй, что это было? Доносится со спиной. Наш дурачок тут! Пытаюсь как можно быстрее выползти из лачуги. Нога цепляется за выпирающий ржавый гвоздь. Раздается треск рвущейся штанины. Проклятие! Застрял! Ну же! От наваливающейся паники не могу сдвинуться с места. Кажется, меня вот-вот поймают. Да еще так глупо! Вы его видели? Где он? Наконец, избавляюсь от злополученного гвоздя и двигаюсь несколько... Двигаюсь! Насколько позволяют силы вперед. Время замедляет свой бег. Кажется, что вижу, как снежинки застывают в воздухе. В голове загнанной птицы бьется лишь одна мысль. Ползти, ползти, ползти. Руки и локти скребают ненавистный снег. В перемешку с мусором. Тело все больше и больше теряет чувствительность. Вылазью из лаза. С трудом поднимаюсь и бегу. Точнее, ковыляю. Где-то далеко раздаются крики. Ряды безжизненных лачук. Металлический мусор под ногами. Опрокинутые бочки. Все серое, тоскливое, мертвое. И я стану мертвым, если не поспешу. Сдержать панику. Мне нельзя останавливаться. Еще шажок, еще. Воображение рисует, как за спиной появляются амбалы и его клинок. Как за спиной появляется амбал и его клинок. Нет, надо выбраться. Нельзя сдаваться. Вдруг на меня обрушивается шквал десятков голосов. Глаза слепят от нестерпимого яркого света. А в нос ударяют запахи гари и дешевого пойла. Отчего во рту появляется привкус кислятины. Я удивленно осматриваюсь. Люди. Вокруг множество людей. Я вновь в жилой части трущоб. Уж не знаю, как удалось сюда попасть. Трещины и его подельников нигде нет. Но это не значит, что они не продолжают поиски. А пока есть возможность, я должен раствориться среди всех этих бедняков и убраться отсюда подальше. От переполняющей радости с груди рвется крик. Лишь усилиями воли подавляю его. Живой! Живой! Поплутав еще некоторое время, убедился, что блуждать здесь можно бесконечно долго. Выцепил какого-то нищего за булдыгу. Пообещал хорошую награду, если выведет меня из трущоб. Тот, к моему удивлению, не стал препираться и согласился помочь. И сразу же уверенно направился вперед, к дороге, по обеим сторонам которой горящие металлические баки. Боюсь столкнуться с бандой. Я постоянно озираюсь, но удачи сегодня на моей стороне. Мы спокойно добрались до выхода из трущоб. А после я направился в ту часть города, которую уже успел немного изучить. За булдыга, конечно же, ничего не заплатил. Но тот, похоже, не расстроился сильно. Бросил мне вслед что-то нечленораздельное и, покачиваясь, попрел обратно. Ну, неплохо. Ух ты, уже сорокеточки, почти пятьдесят. Нормальный герой. Чего ж тут сказать. Хотя странно, что тут так легко, ну, чисто мы никого не убили. Не знаю. Ну, я не знаю. Такое вот странноватое. Я не знаю, конечно, как будут отличаться концовки, если ты будешь играть за плохого или за хорошего. Ну, блин. Должны, я думаю, отличаться, иначе зачем эти выборы. Ну, че, прям... Вы успешно прошли квест «Ворота в город». Отлично. Мы смогли пережить встречу с этой трещиной. Но, честно говоря, очень хочется прибить этого чертова собаку. Рабалет, очки, шестеренки. Клетка, дверь, факел. Скорее всего, это отсылки к тому, что будет в этом эпизоде. Ммм. Блин, ну, реально, игра хорошая. Ну, скажите, все-таки хорошая. Не каждый раз встретишь такую мрачную новеллу. Конечно, до сих пор непонятно, что это вообще за мир. Ну, ладно. На пути попалась старуха-молельщица. Она отправляет меня к алтарю, чтобы собственными глазами увидеть величие здешних богов. Мое внимание привлекает пять циклопических идолов, поражающих воображение своей высотой. Сделанные из гранита, они точно немые стражи, следят за каждым твоим движением. По крайней мере, создается такое ощущение. Я ощутил их злые взгляды на своей шкуре, еще и в трущобах. Теперь, когда хлипкие домишки раступились, встаю на большом холме и завороженно смотрю на чуждых мне богов. Сделаны они грубо, неаккуратно, но оттого, глядя на них, сильнее волнение, а на груди словно давит невидимый кулак. Вот страшилище с двумя загнутыми рогами. Его морда кривится от злости, рот широко разъявлен. Продолжаем. Вот страшилище с двумя загнутыми рогами. Его морда кривится от злости, рот широко разъявлен, обнажая ряды треугольных зубов. Вот старуха, чье лицо прячется в капюшоне. На ее одежде поблескивают черные маслянистые дорожки. Вот человекоподобная птица с острым клювом и горящими красными глазами с огромными темными точками зрачков. Эти трое богов разительно отличаются от остальных двух звериной грубостью исполнения и застаянной силой. О, вот. Отлично. Превью. Тихо. Секунду. На превью пойдет. Однако у всех них есть прямоугольные таблички с выбитыми непонятными иероглифами. Присмотреться к свету. Идолы окружают массив... Давай лучше к священному холму, потому что к иероглифам, скорее всего, мы их не поймем. Идолы окружают массивный каменный алтарь на небольшом холме. Возле него вещает высокий жрец в белой расе. Он широко размахивает посохом, кричит и вскидывает руки. За его спиной точно гранитные истуканы стоят забинтованные фигуры в рваных красных плащах и шаманы, на чьих головах поблескивают в ночном небе стальные черепа птиц с загнутыми клювами. Внизу на склоне толпится разномастный народ. Тут и оборванцы с синими от холода лицами, и стражники в закованные костяные доспехи, и даже богачи в лоснящих шубах. Но в основном много родителей с визжащими и хнычущими детьми. Обдумать ситуацию. Что меня ждет, если подберусь поближе? Ну, не приносят же они в жертву младенцев, правильно? Можно расслабиться, думаю. Ой, блин, мне кажется, они реально приносят в жертву младенцев. Ну, блин, посмотрите на ситуацию. Ну, блин, я до 100% тут, блин, младенцев, блин, сделают из них, не знаю, вино какое-нибудь. Кровавая мэри, блин, из крови младенцев. Первородных младенцев. Это наш, получается, инвентарь. Поглазею немножко, да пойду по своим делам. Хотя, наверное, так думают все неудачники, попавшие в крупные неприятности. Меньше всего хочу быть съеденным, сожженным, распротрошенным или проткнутым. Ладно, решено. Я направляюсь к толпе. Уже возле дороги, ведущей к священному холму, до меня доносится красивый низкий голос. И пожелал чумной бог проклятых на вечные муки. Поднял свою руку и прорезал старым ржавым ножом, что валялся под его ногами, себе ладони. Из раны тут же полилась кровь, густая зеленая, пахнущая смертью, однако исцеляющая душу. «Пейте, дети мои!» — закричал бог. Проклятые в надежде получить искупление, Пали ниш принялись по одному подползать к своему владыке И подставлять рты под слабую стройку его крови. Они морщились, плакали, кричали, ибо их рты и глотки нестерпимо жгло. Но исполнили приказ высшего, так как после катаклизмов у них не было другого пути, И все дома были уничтожены, посевы промерзли, а скотина подохла. «Осторожно протискиваться!» Не буду я никого возлить. Влившись в толпу, я под неодобрительные взгляды и ругань приближался к холму. Пока осторожно протискивался сюда, подметил, насколько же истощенные и худые местные лица, Восковые носы заостренные, щеки впали, кожа обтягивает скулы столь сильно, что проступают жилки. Их глаза до дрожи пугают болезненным блеском, а на детей совсем страшно смотреть. «Все, кто испил божественной крови, в муках умерли», продолжает вещать жрец, Несмотря на то, что он находится высоко на холме, слышно его отлично. «Никто не спасся, ибо грехи их страшны и непростительны». Никого не простил, никого не пощадил чумной, однако не в гибели людей был его смысл. У мертвых присыпанных снегом женщин распухли животы, и на их восьмой день из них, Из их утроб появились дети, здоровые и осененные святостью Бога. «Растить и воспитывать несмышленышей, чем мною поручил старухе боли и красной птице, А чтобы семена человеческие не погибли от страшных холодов, наступивших после катаклизмов, Он разогнал черные тучи и разбудил алый шар. «Фанатики», — говорю, — у жреца длинное вытянутое лицо. Из-за чуть опущенных вниз уголков глаз и тонких плотно сжатых губ у него надменное выражение. Одежда, в отличие от шаматов и забинтованных доходяк, выделялась искусным покрытием и чистотой. Не пятнышко грязи, полы плотные, рясы белые, как свежевыпавший снег. На многочисленных ремнях поблескивают драгоценные камни. Головной убор представляет собой вытянутый цилиндр с падающими на щеки и шею плосками черного щелка. Опирается жрец на длинный костяной посох, увенчанный человеческим черепом. Старуха боли из-за черных слез была слепа, однако умело следила за детьми, выкармливала молоком, танцующих в пурге прятала в своем замке, куда холод и ледяные ветра не могли добраться. Красная птица же, наоборот, не ухаживала за двухногими выкормшими. Это было неинтересно. Ей бы летать в серых свинцовых тучах, да разрывать тишину карканьем. Так прошло не меньше пятнадцати лет. И когда чумный бог явился забирать детей, то старуха боли отдала всех. Никто не умер. Все оказались здоровыми, крепкими, умными и почтительными свыщими. Тогда как у птицы выжили лишь двое, мальчиков и одна девочка. Двое мальчиков и одна девочка. Да и те, едва стояли на ногах, были злыми и жадными. Зевнув, я оглядываюсь по сторонам. Большинство людей слушают без особого интереса, хотя есть и те, кто повторяют шепотом слово в слово за жрецом. Их лица сияют фанатизмом. Хнычут дети, родители пытаются успокоить их по-разному. Кто-то оплеухает, кто-то криком, кто-то ласково гладит по голове. И что-то вталкивает. Предположить. Уверен, все они собрались возле священного холма не из-за любви к богам, а из-за чего-то юного. Судя по тому, сколько здесь истощенных, предположу, их будут кормить. Жизнь в Назарете сурова. Это сразу стало понятно. Хлипкие жилистые лачуги, которые едва спасают от ветра, раскающие бандиты, нехватка горючего еды. Поэтому люди готовы пойти на все, чтобы спасти свои семьи. От тех детей, что воспитала старуха боли и пошел наш род, говорит жрец, оглядывая толпу. Славный, великий, добрый, могущественный. Мы заселили Назарет, центр и десятки других мелких городов, покинутых давным-давно забытыми богами. Мы единственная часть богоизбранного народа, избранная, чтобы очистить мир от скверны и грехов. Лучшие из лучших удалились в священный город Гилгал, где теперь проводят дни и ночи в молитвах и разговорах с высшими. Я там был и, о-о-о, остался бы навсегда, насколько прекрасны там люди. Остался бы там навсегда, настолько прекрасны там люди. Ни тени греха. Но, к сожалению или к счастью, я вынужден жить в Назарете и наставлять вас на путь истинный. От его болтовни у меня начинает палить голова. Я зажимаю указательными и средними пальцами себе виски. Уже жалею, что пришел на холм. Интересного для себя, похоже, ничего не услышу. Не забывайте, мир полон страданий и катаклизмы могут вернуться. Чемной Бог больше не пожалеет нас и уничтожит всех. Всех никого не пощадит. Потому что человеческий род, воспитанный алой птицей, не сгинул. Наоборот, он окреп за счет нас с вами. Мы пожалели больных и немощных, приютили в своих жилищах. Зря-зря, потому что их души черны и никакой свет ничего не исправит. Вспомните их злодеяния. Они уговорили некоторых из нас пойти в заброшенный подземный город Версавию и поклониться мясному Богу. Предатели! Знаете ли, что они едят человечину и занимаются темным колдовством? И их ждет смерть. Таковаться на тех, кто отринул истинную веру. Будьте бдительны, ибо те, кто воспитан алой птицей среди нас. На миг показалось, будто взгляд жреца становился на мне, а затем скользнул по толпе. Блин. Интересно. Вот мне что-то кажется, что серьезно, тут отчасти... Тут 100% эти боги существуют. И скорее всего, эти черные душой, воспитанные алой птицей, мы реально можем стать подобным именно им, этим детям. Типа, таким же именно темным и никого не жалеющим. Безжалостным монстром, типа того. Я ежусь. Девушка по левую руку от меня принимается качать заплакавшегося мальчуга на лет пяти. Даже несмотря на страшную худобу, она красива, короткие до плеч волосы, цвета ночного неба, чувственные губы, большие голубые глаза, в которых так легко утонуть. Прямая осанка и манера держать выдают в ней гордячку. Незнакомку можно было бы назвать аристократичной, если бы не поношенный тулуп и длинная грязная юбка. А вот тут интересно. Я не знаю. Я не знаю. Может, давайте? Давай. Ладно, давай. Я подмигиваю мальчишке, но он недоверчиво смотрит на меня. Под его измученными серыми глазами пролегли черные круги, как у мертвеца. Он выглядит совсем слабым и тщедушным. Руки и ноги напоминают длинные тростинки. От голода живот вспух. Тонкие пальчики впиваются в юбку черноволосой. Маленький старик. От одного его вида мне становится не по себе. Посмотреть на жреца. Подняв посох, вот закон над головой жрец говорит. Богоизбранные, будущие святые, начнем ежемесячный обряд очищения. Откройте свои души, ибо сейчас необходимо впустить высших в себя. Ощутить их присутствие. На миг забудем о всех страхах, что поджидают нас дома и вне городских стен. Забудем о детях алой птицы. Есть такой, есть только я и вы, и боги, что ждут в издаянии. Чувствуйте, в воздухе пахнет гнилью. Чумной скоро явится сюда. Чтобы меня собаки сожрали, выболевали и обоссали, Если это не треклятые фанатики. Сквозь зубы цежу я. Толпа оживает, шумит, стекается ближе к холму. Многие из родителей поднимают руки, чтобы не... И что-то неразборчиво кричат. Их дети рыдают, и... И горлая жмутся к ним. Напряжение, повисшее в воздухе, нарастает, становится едва ли не связ... Едва ли не осязаемым. Мы несколько раз едва не впечатывают... Меня несколько раз едва не впечатывают по лицу плечом. Поэтому приходится закрывать голову руками, зогнутыми в локтях. Шаманы возле жреца спускают по щербатым ступеням чуть ниже. Шаманы возле жреца спускаются по щербатым ступеням чуть ниже. Начинают выбивать ладонями на огромных белых барабанах жуткий ритм. Ну а что будет дальше, мы узнаем уже от следующей серии. Довольно-таки интересный момент. Мы прямо остановились прямо на конце ритуала. Очень, конечно, гадко, но... Такой уж у меня распорядок. Теперь я буду делать еще короче видеоролики. Будут они теперь ровно по 30 минут. А то просто больше вы не выдерживаете. Вы не досматриваете до конца. Это значит, что вам это... Вам не сильно нравятся прям долгие-долгие ролики. Буду надеяться, вам понравилось. В следующей серии мы уже посмотрим, что будет дальше. Но что-то мне кажется, что 100% в этом ритуале будет что-то не очень хорошее. Вот уверен я. В этом мире, я думаю, вообще нет ничего хорошего или доброго. Вот уверен, блин. Мы уже несколько раз пытались быть добрым. И чуть не лишились жизни. И чуть не были ограблены. Доверились двум чешевакам. И нас чуть не убили. И сейчас 100% будет что-то не очень хорошее. Но посмотрим, что будет дальше. Очень хочется все-таки побольше узнать об этом мире и вообще. И узнать, кто мы вообще такой. Потому что, как я понял, мы потеряли всю память. Мы почему-то имеем очень хорошие боевые навыки, если мы можем обезвредить даже амбала. Мы легко обезвреживаем амбала. Ну... Как сказать... Мы, получается, устойчивы к холоду, получается, очень сильно. Так как... Есть один чувак у нас был, худощавый. Еще у входа в город. И это в предыдущих сериях было. Он добрался до города, но был весь синюшник, как труп. Ну, а мы были каким-то более-менее целым. Ну, да ладно. Буду надеяться, вам понравилось. Не забывайте писать комментарии, больше пяти слов, чтобы поддержать видеоролик. Своё мнение. Предложение новых игр на телефоне. Буду вам очень признателен. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой дискорд-сервер и на дискорд-сервер по доки-доки. Буду рад вас там видеть. Ставьте лайк, если вам понравилось. И не забывайте жать на кнопочку подписаться, чтобы первым узнавать о выходе новых видеороликов. И пополнить нашу небольшую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.